Музыка Опыт наш, он где-то уже в районе двух десятков лет И говорить о том, что кто-то в тех или иных проблемах виноват, кто-то другой Уже как-то становится неприлично Потому что мы с вами все, работая в этой области, как бы это все и создали Ну раз мы это создали, то тогда уже, так сказать, просто ругать как-то неудобно Поэтому вот обещаю, что несмотря на то, что раньше я вообще довольно резко критиковал Я сейчас несколько пересмотрел свою позицию и думаю, что надо критиковать конструктивно и, по крайней мере, созидательно То есть что-то предлагать, что-то действительно должно исправлять, избегая возможности огульной критики И анализировать те причины, которые приводят к негативным последствиям Главная философская проблема, которая сейчас нам мешает нормально развивать нашу электронную подпись Заключается в проблеме противоречия, в философском противоречии Точно так же, как, знаете, ведь в информационной безопасности там есть вот это философское противоречие о том, что приклад и безопасность Это две противоречия, на самом деле оказалось сущности, одна влияет на другую, в другую сторону И здесь, оказывается, тоже можно наблюдать, по крайней мере, давайте, может быть, это обсудим Такое же противоречие, с одной стороны, это бизнес, то есть выгода и прибыль И удостоверяющий центр, как организация, в уставе которой написано, почти обо всех в них написано, что Во всех уставах написано, что извлечение прибыли является целью существования того или иного акционерного общества Закрытого акционерного общества или чего-то другого И, с другой стороны, ответственность перед гражданами, перед государством Вот оно, противоречие, как ни странно, потому что эта ответственность требует повышения затрат Она требует, как правило, в практике уменьшения прибыли И вот это противоречие, похоже, является корнем и основой тех негативных явлений, которые мы, к сожалению, и наблюдаем Роман их приводил, совершенно верно И могу сказать, что, к сожалению, действительно поток этот не ослабевает, а наоборот усиливается И мы практически каждую неделю 3-4 запроса получаем от правоохранительных органов С просьбой установить те или иные параметры электронных подписей Или владельцев подписей, типа IP-адресов и всего прочего По 159 и 199 статьям Уголовного кодекса Это мошенничество и, естественно, неправильно работать с налогами То есть это противоречие, вот оно просто в явном виде присутствует, понимаете Вот давайте, вот, видимо, с него, на него и будем, так сказать, на его смотреть И когда мы поймем, тогда мы поймем, в какую сторону двигать наши законодательницы Законодательные инициативы и как их, так сказать, реализовывать Потому что в целом, конечно, законопроект, то, что сейчас представлен Он, я бы сказал, грандиозен с одной стороны, с другой стороны Коренным образом меняет ситуацию С третьей стороны, с печалью вынужден прогнозировать, что он вряд ли пройдет Потому что слишком тяжел Слишком много там противоречий, разных противоборствующих сил и сторон Которые тянут лебедь, рак и щука Может быть, стоило его как раз расчленить на несколько частей На три, на две, на три, на четыре части Ну, вот, Роман, не согласен, это мое мнение В первую очередь, убрав оттуда доверенность Вот самая страшная, самая неприятная, самая коррупционно-емкая часть Это рукописная доверенность, которая, вот, 90% тех безобразий, которые мы наблюдаем с электронной подписью Они связаны с этой самой замечательной, в кавычках, доверенностью Ну, хорошо Поэтому давайте, поэтому свой-то доклад я посвятил, вот, значит, угрозам И когда я его представил, возникла большая дискуссия относительно того, что Тут я применил термин электронно-цифровая подпись, что, мол, дескать, вот, это что еще налоговая служба же живет в прошлом мире, в прошлом законе Ну, ничего подобного на самом деле Сейчас я разъясню, что я понимаю под электронной цифровой подпись Хотя определенная дань прошлому закону и его действенности, и его успешности я все-таки хотел этим названием отдать Так вот, первое, что хотел бы подчеркнуть, что по-прежнему, считая, что мы должны быть благодарны правительству о заботе об информационной безопасности Вот это постановление «Три пятерки», по которой аттестация обязательно, она, конечно, фундаментально играет роль И позволяет в значительной степени сдерживать пыл прикладников для того, чтобы, так сказать, перейти в область систем, которые все могут, но которые совершенно незащищенные И, конечно, тогда вот по практике, опять же, ясно, что для того, чтобы реализовать это постановление, нужна аттестация И для аттестации самый простой путь, а он и оказывается самым часто употребительным, это вот выбор модели угроз Поэтому мое внимание сосредоточено как раз на модели угроз и на тех проблемах, которые связаны с этим Одновременно становится ясно, где появляется это самое противоречие между бизнесом и ответственностью Ну вот эта таблица, которая совмещает требования ФСБ и ФСТЭК, она мне просто очень нравится, я ее уже как-то показывал Мне кажется, она, может быть, немножечко подустарела, потому что там по НДВ вышли новые требования Но, по сути, ничего не изменилось И получается достаточно изящно То есть видно сразу, где можно, где КА, где КБ, где КЦ В КЦ тоже, возможно, разные, так сказать В парировке вот к этому как раз мы сейчас и приступим Значит, и посмотрим, значит, все-таки требования к электронной подписи, электронно-цифровой подписи Ну вот на самом деле по ДЦБ я буду понимать неквалифицированную электронную подпись Которая, к сожалению, повсеместно используется вместо квалифицированной Вот во всех системах, в которых более 100 тысяч пользователей И даже в 100 тысячах пользователей практически везде тоже самое есть Я предлагаю все-таки не прятать голову в песок, а называть вещи своими именами И, так сказать, ну не пугаясь этого, а, так сказать, просто понимая, куда надо двигаться и что надо делать И вырабатывая те самые меры, которые бы неприятностью устраняли Вот здесь я хотел бы обратить внимание на пункт 3 Вот, значит, где вот вид противника, значит, определяется на самом деле функционалом системы И отсюда очень много чего следует Во-первых, внутренний противник повсеместно стеснительно, извиняюсь, игнорируется Почему-то считается, что уж если, так сказать, вот у нас администратор, то вам обязательно доверенный Если у нас работник того или иного ведомства, правоохранительного или налогового, то он обязательно доверенный И он никогда не ошибается или более того никогда не действует вопреки интересам самой фирмы К сожалению, это не так Спросите любого оперативного работника, он вам скажет, что они могут обеспечить лояльность И проконтролировать эту лояльность в отношении 10-15 человек В противном случае нужно увеличивать службы такие трехбуквенные, огромные в разы Ну чего, конечно, никто делать не будет Поэтому нужно исходить из того, что, к сожалению, внутренний противник существует А раз он существует, то тогда смотрим вот пункт пятый, на который я тоже хочу обратить особое внимание Это то, что специалист по информационной безопасности должен фактически моделировать процесс действия нарушителя в прикладном процессе А что это значит? А это значит, что специалист фактически по компьютеру становится следователем Следователем по прикладному программному обеспечению Следователю по прикладному процессу И вот мы с этим столкнулись, когда разрабатывали модели реальных систем и ЗАГСов, и нашего налога С учетом тех возможных действий, которые там, других систем, в том числе закрытых Приходится полностью моделировать, а как он может это сделать? А не в своих интересах, а в чужих интересах А каково соотношение, извиняюсь, между его зарплатой и возможным вознаграждением? Левым вознаграждением, неправедным вознаграждением, но тем не менее от которого невозможно отказаться Вот понимаете? Ну, для простого, для неустойчивого человека Вот, поэтому приходится фактически, оказывается, быть следователем А где их следователи взять-то? Их, вообще говоря, очень мало Приходится смотреть, ну кто же, вообще говоря, является нарушителем-то? Вообще, как это? Как люди приходят к этому делу? Как? Ну, они виноваты, не виноваты, может быть, они вообще, говоря И, так сказать, у них и другие возможности Есть нарушитель, так сказать, внутренний, который по корыстным убеждениям действует А ведь есть еще и нарушитель по неволе, у которого просто условия таковы работы, что он ошибается И нельзя скидывать вот этот процесс, нельзя скидывать этого нарушителя со счетов Он бы их и рад, но он ошибся, человек, к сожалению, способен ошибаться, а может быть и к счастью И вот в этой связи я хотел бы обратить внимание на пункт пятый И на это направлено, вообще говоря, на пресечение вот этой самой возможности для удостоверяющих центров Значит, быть внутренними нарушителями, собственно, и проект закона И в этой части, конечно, тяжело, потому что пять сотен имеющихся удостоверяющих центров Это уже серьезная сила, которая консолидировалась, создала свое общество И вот у нас даже будет тут Юрий Малинин, который будет, значит, представлять соответствующую общественную организацию в этой сфере Вот они действительно борются за, вот вспомним вот то противоречие, да, за прибыль Вот, но теперь вопрос, а как эту общественную организацию направить на то, чтобы она боролась за, ну, скажем так, правду, да? Или то есть за ответственность? Вот она проблема, а это уже очень сложно Но ведь есть один пример, лично я знаю один пример, который, вообще говоря, при всех издержках, тем не менее, работает Это общественная организация в строительстве Посмотрите, как идет стройка в нашей стране, да, стройка зданий Ну, вообще говоря, фантастические темпы развития, фантастические темпы реализации Ну, и, в общем-то, при достаточно приемлемом качестве Хотя, конечно, нарекания есть, и там вот, так сказать, законодательные акты есть Так вот, значит, удостоверяющие центры, вот, а сразу же возникает вопрос, а так ли они, эти удостоверяющие центры, что ли, виноваты, да? Ну, вот один из примеров сейчас, который мы посмотрим, это архивное, значит, направление архивного хранения и электронной подписи Ну, первое, вот те проблемы, что там описаны, я думаю, все, кто собирался делать архивные системы, они знают, поэтому читать я, конечно, не буду А вот на третьем пункте хочу остановиться Опять, практически получается, что подняться выше уровня КС-3 невозможно и не за соответствие нового прикладного программного обеспечения прежним операционным системам и старым электронным подписям Ну, хоть вот стой, хоть падай, оно уже так было, и сейчас так, если так, дальше тоже будет Вот, и второе, кстати, пересекается с удостоверяющим центром Можно ли считать архивиста и администратора абсолютно независимым от обстоятельств жизни? Ну, вы знаете, что историки, они вообще говоря, как правило, не знают сегодня, что было вчера, что завтра будет, что вчера Вот, поэтому те указания, которые могут у него поступать, они, имея все полномочия, тоже должны их как-то, так сказать, ну, то ли реализовывать, то ли не реализовывать И вот, и здесь тоже определенный удостоверяющий центр появляется, по крайней мере, его, ну, как бы представитель И опять же, тогда возникает вопрос, как и нам это преодолеть? Вот, а здесь, в свою очередь, возникает следующая проблема, это аутентификация Видите, как нанизывается одно на другое? Аутентификация Ну, по этому поводу, вот, мы много говорили на прошлом заседании, и, значит, у нас здесь есть крупные лидеры в этом направлении Известный вариант, это пин-пад, но пин-пад стоит 200 баксов, и это уже неприемлемая цена для массового пользователя А нам-то как раз нужен массовый пользователь, потому что корпоративного пользователя обеспечить можно Вот, так сказать, как имеющий опыт работы в области информационной безопасности системы большого масштаба на сотню с лишним, почти на две сотни пользователей Могу сказать, что да, можно, да, сложно, да, с издержками, но все-таки можно, потому что можно организовать централизованное обслуживание Можно организовать не децентрализованное обслуживание, но обслуживание А обслуживание массового пользователя на десятки миллионов организовать невозможно в области информационной безопасности Пока что. Пока, значит, надо найти какое-то другое решение. Ну есть, пин-пад, но дорогой. И опять то же самое противоречие. С одной стороны, цена прибыль, с другой стороны, вот необходимость обеспечения безопасности. И главная проблема здесь, на самом деле, это повтор признаков настоящего владельца. Она известна в области аутентификации, это известная проблема. Но мне кажется, причем, что интересно, что чем глубже мы человечка фиксируем, ну, человечка это личность, ну, например, ДНК. Ну, казалось бы, уже дальше все, никак. Больше полностью определяется человек по ДНК, да? А тем не менее, повтор ДНК это вообще страшная вещь. А что такое ДНК? Это набор цифирик. Ну, вот вам и все, понимаете? Вот и хоть что, и хоть падай после этого, да? Вот. Причем, что интересно, что шифрование, на которое многие уповают и говорят, что вот квантовое шифрование, оно там спасет, не спасет. Ничего подобного, потому что ключ, ключ, вот, он фактически, опять, так сказать, то же самое идентификация личности. Что ключ, что ключ электронной подписью. Что ключ для шифрования, кстати, в СССР можно использовать и то, и другое. Тогда возникает вопрос, чего мы еще не видели. А на самом деле тут мне как-то пришлась на оппонирование диссертация по электронным водяным знакам. И хоть я этого касался довольно давно и в достаточно большом объеме, но, например, применение электронных водяных знаков для защиты прикладного программного обеспечения, это вообще хорошая идея. И я подумал, почему нельзя ее применить для, так сказать, для усиления электронной подписи. Вот. Ну, там есть, конечно, свои проблемы, потому что разработка электронных водяных знаков связана с протоколами, с разработкой, с хорошим знанием протокола. Ну, и что, шифровали же мы в IP протоколе, в Ethernet протоколе научились шифровать. Давайте применять электронные водяные знаки вот в таких вот более, что ли, сложных системах. Ну, и вот тот фискальный накопитель, о котором мы тут много раньше говорили, особенно в кассовых системах, наверное, все-таки вот как неизменяемая сущность тоже важная вещь. Только его, возможно, надо как-то модифицировать для защиты от неправильного приказа или несанкционированного применения электронной подписи. Представим себе, да секундочку, что если бы, что если бы у каждого удостоверяющего центра в обязательном виде был фискальный накопитель, с которым он ничего не мог бы сделать, как с кассовой машиной, и все его действия в обязательном виде фиксировались вместе с этим самым, с тем человечком, который пришел, и он бы знал, что это нельзя никак сделать, ну, только чтобы подтанк положить, да? А подтанк спросит, куда ты его делал? Ну, как с фискальным накопителем сейчас в кассовых машинах происходит, то, вообще говоря, это многих бы остановило. Конечно, нашлись бы, так сказать, отморозки, которые, так сказать, действуют по схемам человечка, значит, использовал человечка-зарыл, но, тем не менее, по крайней мере, большую часть нормальных людей это бы остановило. Следующая, значит, область применения, которая сейчас особенно популярна, это вот СОПКО, с которой мы сейчас работаем, особенности электронной подписи в СОПКО. Почему я написал здесь СОПКО? Потому что у массового пользователя, повторяю, не может быть квалифицированной подписи, не получается никак, не потому что не хочется, а потому что не получается, да? Вот, и поэтому там, так сказать, на самом нижнем уровне, в самом массовом числе будет, конечно, ЭЦП. А для чего она? Ну, для подтверждения авторства передаваемой высшей информации, потому что у меня там что-то такое-то случилось. Понимаете, для чего подпись нужна? Для того, чтобы не передавали вранье, ну, причем целенаправленное вранье, чтобы боты не передавали информацию, которая бы сбивала центр СОПКО, значит, на столку, чтобы не проходила своеобразная дидос-атака, так? Ну, а дальше, вот где-то на верхних уровнях, там уже можно применять квалифицированную электронную подпись, которую можно обслуживать, но в нижних рядах как раз и стоило бы, вот особенно для систем типа СОПКО, учитывая пока еще не очень большое распространение, попробовать применить вот эти электронные водяные знаки. Ну, и заключение, вот пятый пункт, он, к сожалению, так сказать, ну, висит. Решение его известно, но оно очень сложно. Решение его заключается в том, что нужно делать устойчивый сегмент интернета, устойчивый к тому, к остановке, к остановке как со стороны наших вероятных внешних противников, так и внутренних террористов. Ну, и, к сожалению, те концепции, которые мы сейчас наблюдаем, и концепция ИТКС, которую, так сказать, Александр Владимирович продвигает, и концепция российского сегмента, они не предусмотрят по-настоящему устойчивого, создание по-настоящему устойчивого сегмента, поскольку нижняя часть всех комбутаторов, которые считаются полностью отечественными, а именно АСИКИ, вот я уже не один раз это говорил, они, к сожалению, не нашего производства, и их никто почему-то не собирается, так сказать, налаживать производство, а это необходимый элемент, без него, так сказать, никакой устойчивости не будет. Вот хоть стой, хоть падай. Вот. И можно сколько угодно делать ДНС-сервера и регулировать, так сказать, сеть в серверную компоненту на преклонном уровне, но если у вас на физическом уровне проходит приказ о выключении, то оно выключится. Вот хоть стой, хоть падай. Вот, к сожалению. Причем даже не поднимется наверх, а еще и разошлет этот приказ во все остальные точки, поскольку имеет с ними связь. Вот. Ну и, конечно, вот для Сопки, на мой взгляд, это один из самых неприятных моментов, поскольку она вся базируется на этом. Ну и в заключении вот выводы, которые, так сказать, я сформулирую. Первый. Мне кажется, что он самый главный, он должен быть просто понят, и из него надо исходить. Хотим мы или не хотим, тут уж, ну, тем не менее, он есть. Второй. Это, значит, насчет применения неквалифицированной электронной подписи, в том числе облачной подписи, в которой мы имеем определенный опыт в налоговой службе. Да, ведь все личные, 99, по-моему, процентов подписей в личных кабинетах, это порядка 40 миллионов пользователей, значит, это все-таки облачная подпись, что показывает, что ее применять можно и нужно, но она очень слабо отрегулирована в законодательном плане. Но, с другой стороны, хочу отметить, что это так происходит только потому, что на самом деле все-таки эта облачная подпись не такая уж и финансово значимая. Ну да, налог, ну да, на физлицо, но это 10, 20, ну иногда там больше тысяч, да, но если больше, то тогда, значит, там отправляются уже лично к инспектору и выясняют, ху есть где. А если бы речь шла о квартирах, то вы знаете, что произошло у нас с квартирами, да, и слава богу, что это оперативно среагировал законодатель на, так сказать, изъятие оттуда массового применения электронной подписи по квартирам и по недвижимости. В заключении я хочу сказать, что вот основная угроза для владельца электронной подписи, это все-таки клонирование, аутентифицирующая его информация. То есть вот, поэтому нужно очень аккуратно обращаться с возможностью применения и повсеместного использования, значит, электронной подписи во всех отраслях народного хозяйства. К сожалению, клонирование это то, что мы наблюдаем в качестве основного, ну фактически клонирования личности, это то, что мы фактически наблюдаем в нарушениях налогового процесса и во всякого рода мошенничествах. Спасибо за внимание, у меня все. Спасибо.